А в день обретения мощей святителя Сильвестра, архиепископа Омского, митрополит Омский Таврический Владимир совершил литургию молебен в Кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы. Главе митрополии сослужили епископ Магнитогорский Верхнеуральский Зосима и духовенство епархии. Святитель Сильвестр, архиепископ Омский, был ревностным поборником православия и пострадал во времена гонений ради Церкви и народа Божия. Мощи этого исповедника веры Христовой были обретены при раскопках Собора Успения Божьей Матери 16 июля 2005 года. И ныне прибывают в раке Нижнего храма Кафедрального Успенского собора. Сегодня мы празднуем 15 лет обретения мощей святителя Сильвестра Омского. Это исключительное событие, когда Господь даровал такую благодать и духовную радость Омской партии жителям и паломникам, кто к нам приезжает. Каждый день в три часа служится молебен в раке мощей и происходит много чудес. И это происходит, потому что Господь благословляет через святителя Сильвестра своей божественной благодатью и нас всех, кто с верой притекает к его святым мощам. Архиепископ Сильвестр был прославлен как местночтимый святой Омской епархии в 1998 году, а в 2000 году канонизирован в Соборе новомучеников и исповедников российских. Святитель Сильвестр возглавляет сумму наших омских святых, и поэтому молитвенное почитание его и поклонение, оно будет способствовать благоденствию нашего города Омска. После литургии владыка Владимир совершил молебен в честь священной исповедника Сильвестра архиепископа Омского у иконы с частицей мощей святого и поздравил всех с днем обретения его мощей. Сегодня уже 15 лет прошло с того времени, поэтому я вас поздравляю с этим радостным нашим праздником, это наш праздник города Омска и всей Омской области. Поэтому, вы знаете, мы должны особенно чтить святителя Сильвестра и молиться ему, чтобы он помог нам, чтобы Господь посылал свою благодать над всеми нами. Пример жизни святителя Сильвестра архиепископа Омского за пять лет служения, духовно укрепивший свою паству в период начала революции, и ныне помогает укрепиться в вере и найти путеводную нить, ведущую к Царствию Небесному. КОНЕЦ